Вот и закончилось двухнедельное пребывание, отдых дикарем в поселке Лермонтово Краснодарского края на берегу Черного моря. Выезжаю рано, около 6 утра, специально, чтобы не попасть в пробки, начало сентября. Ну и в это время люди, заканчивая отдых, выезжают домой. При этом, как вы понимаете, создаются большие пробки. Навигатор проложил до города Георгиевск, Ставропольский край. До Георгиевска ехать 570 километров. Путь лежит через Краснодарский край. Ат-Эгею буду проезжать. Там заеду, на Ставрополье, через Минводы. По возможности стараюсь так ездить каждый год. Еду на автомобиле Chevrolet Niva 2010 года. Может быть, она и не предназначена для таких далеких поездок. Но это уж на любителя, кто как может, кого как получается. Ну а мне вообще автомобилем ездить на море нравится. Такое получается путешествие. В общем-то, интересное, занимательное, можно сказать. Свою дорогу до моря снимаю, по-моему, уже третий раз. Но в этот раз решил и обратный путь тоже запечатлеть. Слева море, но его сейчас не видно. Вот буду спускаться с горы. И впереди поселок Джубга. Джубга – это первый населенный пункт на берегу. После Джубги начнутся подъемы, спуски, серпантин. Пойдет от 70 километров до горячего ключа. Ну и там будет уже равнина. Дорога вообще, сказать надо, что отличная. Думаю, вообще, кто ездит автомобилем на дальнее расстояние, меня поймут, почему мне это так все нравится. Некоторые такие приключения, новые люди, какие-то знакомства новые. Да и вообще, все эти путешествия очень интересны. Вот еду навстречу. Есть поток, несмотря на раннее утро. Люди едут отдыхать. Кто куда, кто в Сочи, кто ближе, а кто и дальше в Абхазию. Ну, а мне конкретно нравится Лермонтова. Езжу туда уже лет, наверное, 12-13, даже точно не скажу. Стараюсь, конечно, не нарушать скоростной режим. Да я и еду на Ниве. Но все равно штрафы приходят. Забегу вперед и скажу, что по дороге туда и обратно получил два штрафа за превышение скорости. Ну, где-то, видимо, стоял знак 40. Я проехал чуть больше. Наверное, будет интересно, скажу такую информацию. У меня ушло туда и обратно что-то около 16 тысяч на топливо. На машине стоит газ. И поэтому получается экономично. Думаю, что даже раза в два. Да, в два раза это точно. Цены на бензин примерно везде одинаковые. На газ, конечно, разнятся. Бывает, что разница рублей в пять. Где-то дороже, где-то дешевле. Дешевле всегда бывает почему-то в Татарстане. Ехать в один конец получается в одну сторону три дня. Так как я еду неспешно, 90, 110. Ну, вот у меня выходит так, что я проезжаю расстояние 2500 километров. За три дня. В основном сплю в машине. По большей части. Ну, вот уже рассвет над горами. Сейчас начнется серпантин. Меня обгоняют, обходят. Еду неспешно. Спешить мне некуда. Отдых на море в этот раз. Да и как и в прошлом, так же. Получился нормально, в общем. Жаловаться не на что. Если только на цены, так это везде. Цена за номер 2000 рублей была. Цены на продукты. Ну, да как везде. Вообще вот так вот уезжаю каждый год на месяц, полтора. Иногда бывает и на два. Скажу так, что такого отдыха хватает на год. В конце лета душа бросится опять в большую дальнюю поездку. Едешь вот так вот три дня. Смотришь, вокруг природа меняется. Все-таки интересно, красиво, необычно. Дорога, конечно, уже знакома. Можно ехать и без навигатора. Но все-таки навигатор выручает в плане того, что где-то камеру новую поставили, где-то еще что-то. Ну, в общем, вы сами понимаете. Вот таким образом продляю себе лето. Хотя и у нас в Перми в этом году было достаточно жарко. Так как и везде. Но у меня в автомобиле есть кондиционер. Две такие заветные кнопочки открывания, опускания стеклоподъемников. В общем-то, мне этого вполне достаточно. Камера, на которой снимаю, висит на лобовом стекле на присоске. Там есть видео, когда я ехал на море. Конкретно показал, где, что, как и кофе. Сразу же заодно хотел показать, где у меня крепится экшн-камера. На что я снимаю. Ну, вот основное видео снимаю на ту маленькую камеру. Ну, а с улицы все это хозяйство вот таким образом выглядит. Также, воспользуясь этой остановкой, надо протереть стекла. Конечно, полностью машину мыть не буду. Вот таким образом и снимаю. Обзору она не мешает, хотя гаишники поглядывают. Но по поводу камеры еще не останавливали. По поводу камеры хочу еще сказать, что довольно такая интересная Sony AS300. Меня вполне устраивает. Хотя сейчас уже вышла HR-12. А GoPro, ну, в общем-то, вот эта вот Сонька, которая у меня есть, она снимает вполне приемлемо. По поводу поломок автомобиля, по большому счету, нечего сказать, ничего не ломалось. Ну, и дай бог, чтобы так и было. Хотя железяка, она и есть железяка. В любой момент может что-то и сломаться. Вот сейчас вот подъезжаю к городу Пятигорск. Вот видите, да? Справа горы. Вот это вот и есть Пятигорск. Жара стоит за 30 градусов. Ну, так как у меня включены два кондиционера, особо это не ощущается. Еду с каким-то минимальным комфортом. Для меня вполне достаточно этого всего. Подвеска у Chevrolet Niva, блин, как бы сказать, не то чтобы приемлемая. Приемлемая. Она вообще комфортная. Мягкая. Да вообще нормально. Мне нравится. Мне в этом автомобиле нравится все. Ну, или почти все. Конечно, движок слабоват. Багажника, можно сказать, нет. Для этого я купил багажник на крышу. Коробок такой пластиковый. В него очень много вещей вмещается. Что-то там можно вложить вес до 70 килограмм. Ну, этого достаточно. Проезжаю на своем пути. Первый город. Зеленокомск, вернее, уже проехал. Заправил 29 литров 92-й бензин. Обычно заправляют 95-й, но тут встал на ту колонку, где 95-го нет. Перестраиваться не стал, потому что там везде были очереди. Чего страшного. Поедем на 92-м. Много разных названий населенных пунктов, которые встречаются по именам. Петровка, Ивановка, Маренко, Александровка, Андреевка. А вот есть и мины. Так что всем минам привет. Поселок Терек. Здесь по дороге везде продают виноград. Как у нас грибы и картошку, тут яблоки, груши и виноград. В каждой местности. Чем богаты, тем и рады. Проскавеевка. Проскавея правильно называется. Это село славится своим коньячным заводом. Проехал 80 километров. Вот, езжаю в Буденовск. Еду по Буденовску. Вот такие потоки автомобилей. Уезжает вык. За месяц такой расслабленной жизни. От этой движухи. Река Буйвола. Интересное такое название. Хотел порывачить там. На каналах. Но не получилось. В следующий раз попробуем. Поворот на Арсгир. Поверните налево. Интересный такой поворот. Тут постоянно гаишники дежурят. Следующая заправка будет в Арсгире. Там залью. Заполню полный пак газа. И все. Буду ехать на нем до Волгограда. В Калмыцких степях. Там газовых заправок, по-моему, не было. Где-то была одна. Она то работает, то не работает. Какой-то график там не ясно, непонятный такой. Сейчас пока едем еще по Ставропольскому краю. Нам попадаются, вот видите, деревья. А заедем в Калмыкию. Там вот прямо голая степь и все. И тишина, как говорится. Хотелось бы сегодня проехать еще и Камышин. Так, по моим, значит, подсчетам. Ну, сейчас был указатель до Элисты 250. От Элисты до Волгограда, по-моему, 280. Сам Волгоград, не помню, сколько там. Под сотню, может быть. Ну, поменьше. Ну, и еще до Камышина. 180 километров. Так вот, хотелось бы проехать сегодня еще и Камышин. Может быть, километров 900 за день сделаю. Для меня на Ниве это нормально. Дома меня нет уже больше месяца. Начинаю скучать. Да и по природе тоже. По нашим лесам. Наши ели березы. На Каму хочу, на рыбалку. По возможности вырвусь, когда приеду. Поначалу хотел ставить маршрут на Ульяновский и Казань. Ну, проехать по другой дороге. Ну, потом мне ребята звонили. Сделали заказы, чтобы купил в переволоках рыбы. Чтобы привез их вкусняшек. Переволоке это населенный пункт возле Тольятти. Если отсюда ехать, то перед Тольятти. И я его называю рыбный край. Там повсюду торгуют рыбой. И там большой рыбный рынок. Ну, в дальнейшем, когда туда приеду, поснимаю. Один из подписчиков. Вася. Вася, тебе привет. Просил, чтобы я показал дорогу. Через Ульяновск и Казань. К сожалению, видишь вот такая ситуация. И я не могу там проехать. Может, давай в другой раз. Ну, я так планирую, что на следующий год. Если в худшую сторону ничего не изменится. Так же поеду, конечно. Вот там и поснимаю. Петропавловская. Следующий Арсгир. Ну, Арсгир проеду насквозь. Здесь только что сейчас заправился на 771 рубль. Заправился газом. Газ по 25 рублей. Залил 31 литр. Двигаю дальше. Ну, вот сейчас будут частые спутники. Вдоль дорог много вот таких вот. Такое стадо интересное. Пыль подняла. Ну, сейчас впереди дорога свободна. Я потихоньку его обойду. Педалька газа в пол. Впереди город Арсгир. Это последний населенный пункт. В Ставропольском крае. Поверните налево. Дальше уже листа. Дай листы 135. Ну, и навигатор показал мне повернуть налево. То есть я его сейчас объеду. Чтоб не ехать по самому городу. Городок такой небольшой, но... Ну, насколько я помню, асфальт там тоже раздолбанный. Поворачиваем на листу. Гаишники, конечно, дежурят. Друговое движение. Третий съезд. Маршрут перестроен. Прямо 101 километр. Листа 101, Волгоград 402. Погнали дальше. Сколько раз по Колпыке еду. Первый раз попадаю в дождь. Воронье собралось. Обычно такой засушливый район. Местность сейчас украет. Жара всегда. И вот дождь. По удивлению. Впереди целая вереница грузовиков. О, тормозим. Талмыцкие коровы. Асфальт лежит. До Элисты осталось 30 километров. И вот такой вот ремонт дороги. Все-таки попали. Не доделали они трассу. Каждый год езжу. И вот на границе. Начиная с границы Старопольского края. До Элисты. Такая храгновастая дорога была. Ну, вроде бы что-то занялись. Но не доделали. Может, на следующий год сделают. Так вот едем. Пыль глотаем. Сильный боковой ветер. Добавляет еще удовольствие. Вот встречка идет. Сквозь пыльное облако. Ну, сейчас вот видно еще ее нормально. А перед этим машина прошла. Вообще. Вообще не видно никак. Сейчас будем въезжать в Элисту. Каким стоит памятник. Какой-то калмыцкий. В общем, какой-то их стрелок. Со стрелами. С четырьмя. Держитесь правее. Национальный герой. Какой-то. Только вот въехали. Поверните налево. И все началось. Дальше направо. Вот она, Элистар. Вся как на ладони. Через 300 метров. Круговое движение. Второй съезд. Будьте внимательны. Рядом школа. Круговое движение. Второй съезд. Через 200 метров. Поверните направо. На улицу 28-й армии. Поверните направо. Поверните налево. Раз в год тут езжу. Все, не упомнишь. Еду по навигатору. Впереди также памятник вижу на кольце. Коннику какому-то. Продолжение следует. Круговое движение. Второй съезд. Пылиста закончилась. Сейчас зеленый свет до Волгограда. Все по степям. Почти 300 километров. Интересный катер везут. Спасатели. На воздушной подушке. Время 18 часов. Вечер. Скоро уже стемнеет. Видимо. Идет дождь. Ну и пасмурно вот так. Время 18.45. Уже полностью конкретно стемнело. До Волгограда еще километров 150. Ну так уже ночью поменьше снимаю. Вроде как бы по темноте. Вроде как бы не так. Камера передает как бы хотелось. На светофоре еще постояли. Заглянул в навигатор. Показывает до Перми. Еще 1790 километров. Порядочно. В общем, два дня буду ехать еще. Завтра и послезавтра. Большие чепурники пост ГАИ. Так, ни разу не останавливали еще за всю дорогу. Туда ехал. Обратно вот еду. Посмотрим. Ну вон там дальше стоят. Не, я им не нужен. Не скучно в Волгограде. Хоть и вечер. Впереди интересная четверка. Груженная арбузами. Даже на крышу коробку поставили. И туда арбуз положили. Так вот я сейчас видел такую картину. Она вот вся такая заниженная. Блин. И колеса как спущенные получаются. Ну видно, что перегруз у нее. Выхлопной трубой било об асфальт и скручивало. Ну вот что-то опять случилось. Впереди камера контроля перекрестка. В прошлом году этим же маршрутом проехал. По Москве время 0.30. Заехал в Камышин. Проехал сегодня 811 километров. Сейчас через километра 4 будет Торповка. Там гостиницы. Там остановлюсь ночевать. Саратовская область. Еду второй день. За вчера проехал 973 километра. Остановился. Переночевал. Спал в машине. У меня оборудовано. Отличное спальное место. Об этом сделаю отдельное видео. Хотел поснимать конечно с утра. Но прям такой бардак у меня там. Подумал, что это были лишние. И не стал снимать. Поэтому сделаю. Вообще сделаю по этому поводу отдельный ролик. Может быть кому-то пригодятся мои задумки по этому поводу. Осталось где-то примерно 1300 километров. Километров может быть 40 до Саратова. Во, здесь долбят. Саратов остается справа. Заезжать в него не буду. Поеду на Сызрак. На Тольятти. Кольцевое движение. На право Саратов. Третий съезд. Все правильно. В Саратовской области отличные дороги. Все никак. Этот газель обойти не могу. То, блин, склочная, то встречки. Бывает вот так. Переключил четвертую. Наконец-то. Бывает вот так. Спереди еще одна газель. Дальше кое-как идет. Интересные, красивые места проезжаю. Ого! Пирамида египетская. Подержитесь в левее. Подержитесь в левее. Подержитесь в левее. Пока дорога свободы. Можно Козыльку обойти. О, медовики. Ледом торгуют. Живут здесь постоянно. Когда я сюда ехал в эту сторону, по левой стороне на этом моцеле я останавливался. Ну и, насколько помню, там вот выше, чуть дальше и выше заканчивается Саратовская область и начинается Самарская. Ну и там, конечно, стоят гаишники. Сейчас мне уже поморгали и забылили. Да, мы немножко забыл. Мы немного поезжаем в Ульяновской области. Ну, самый небольшой кусочек здесь будет. Самарская область начинается. Навигатор просит, чтобы мы повернули направо. Съезд. Поверните направо. То есть, он нас поведет через город. Мы поедем по визной. Город Сыдры. Перестрой. Прямо 13 километров. Город заезжать не буду. Незачем просто. Треножники стоят. Как заехал в Самарскую область, вот минут, может быть, 20 еду. Вот третья камера. Немного все-таки по части города Сызрань проезжаем. Хоть самый крайший, но все же. Менты стоят. Нам уже моргнули, мы уже медленно едем. Этот останавливается, уже знает, кому и что надо заплатить. Впереди виднеется Волга. Где-то Жигулевские горы. Спускаемся вниз на Волшескую ГАЗ. Впереди железнодорожный переезд. А мы это помним. Ну, какой-то самодельный прицеп. Волшеская ГАЗ. Всегда, когда проезжаю, красиво смотришь в разные стороны, если в нем. Ночью-то только фонари горят, ничего не видно. Справа Волга. Рыбаки на лодках. Множество прямо. Жигулевск закончился. И сразу же Тольятти. Трасса Тольятти-Самара по-свободней. 110 можно ехать. Так вот вроде бы нормально так едется. Но уже хочу смотреть место для ночевки. Проехал сегодня меньше 500 километров. Сам не знаю, почему так получилось все. Ну, едем дальше. До Самары 20 километров. Ну, а я скоро ухожу на Татарстан. Переночевал. Выехал утро третьего дня. Третий день еду. Осталось мне ровно 850 километров до дома. Как показывает навигатор. Еду еще в Самарской области. Впереди ждет Татарстан, Удмуртия и Пермский край. Только что проехал переквесток. Но камеру не включал. Значит, прямо дорога идет на Шантала. На Шанталу. А налево на Исцеклы. Я повернул налево. Ну, исходя из прошлого своего опыта. Здесь дорога не хуже. Может, даже и лучше. Но движение здесь менее интенсивное. Високо все-таки въезжаем. Немного. Ну, поселок основной с правой стороны остается. Ну, тут мне нравится с одной стороны ехать тем, что здесь видят такие вот красивые холмы. Холмы. Поверните налево. Обрывы. Ну, а еще вот дальше будет это все. Уже начинается. Ну, дальше будет еще более красиво. Завораживающие виды. Заехал в Татарстан. И первая деревня, первый колхоз большой называется Черемшан. Направление у меня сейчас на Кузайкино, затем на набережные Челны. Ну, и насколько я помню, между Черемшаном и Кузайкино дорога вот по большей части вот такая вот не очень хорошая. Ну, там в районе Кузайкино постоянно ремонты были, ну, несколько лет подряд. Там что-то сделали, что-то еще не доделали. Сделают позднее. Дорога хорошая будет потом. Как всегда. Леса уже почти как у нас. Но все равно это еще не то. Кузайкино поворачиваем направо. Здесь меня как-то геишники наказали на 250 рублей. Поверните направо. Лампочка освещения номера не работала сзади. Вот прямо тут вот это место остановили. Тут интересное такое место есть. Нам нужно налево поворачивать. Ну, чтобы уйти налево на набережной Черны, сначала повернем на Альметьевск направо. Тут потому что встречка. Тут такое место, но как бы это если ехать невнимательно, можно и налететь. Особенно ночью. Так, вручаем направо выступаем. Тут есть. Нажимаемся влево и разворачиваем. Развернитесь. Так. Ну, давай, давай. Тихо-то, тихо-то. В Заинске ловлю красный на каждом втором светофоре. Заинск проехал. Впереди Челны. Все нормально. Колеса крутятся. Километры наматываются. проехал Челны, что-то. Забыл, блин, камеру включить. Ладно, уже другой раз. Сейчас через через водохранилище проезжать местная КМКС. До Перми еще 500 километров. Езжаю в Удмурте по правой стороне Лукойловская заправка первая. Во как! Даже так. Черемушки в Узмурте в отчалке произойдет. В отчалке Край. Прямо перед нами показался Лодкинск. То есть он уже начался. Знак стоит в начало города. Но мы уходим вправо на объезд. Идем наперед. Из Удмуртии уезжаем в Пермский край. Справа стоит памятная Эстела. Ну и все. Тут уже все родина. Свои леса, свои дороги. Все свое. Ехать еще чуть больше чем 200 километров. это уже мелочь. Пока она обгонит, я говорю, можно анекдоты рассказать. Не посмеяться. догнали колонну из 8 штук. Грибы продают. Где-то виноград, груши, яблоки. Однажды давно случай был. Вот на этом месте где-то у меня генератор накрылся. Ехал ночью также с моря. А тут осталось 110 километров. я долетел на аккумуляторе. Ну и все, ребята. Вот мой трехдневный марафон подходит к концу. Осталось километров пять до дома. Время сейчас 19 часов по Москве у нас в Перми 21 час. Так вот доехал без происшествий. слава Богу. На спидометре мы видим цифры 157 тысяч 735 километров. Обратный путь у меня был 540 километров до Ставрополя и плюс еще 2386 километров до Перми. Продолжение следует...